Привет. Анастасия на Авито попалась очень подозрительная кукла. Дело в том, что это Чаки, оригинал. И судя по цене, в это несложно поверить. Но есть одна проблемка, оригинал покупать не требуется. Он приходит по ночам сам, совершенно бесплатно. Тихая, спокойная ночь. Забудьте, тут соседский домик горит. Только не надо паники, все живы-здоровы, и помощь была вызвана вовремя. Руслан решил показать нам, как выглядит адыгейский язык. Нужно признать, впечатляет. Произносить это слово вслух я бы не рискнул. Может, конечно, оно означает водопады, но выглядит как могучее заклинание. Но вообще фактория одобряет знания любых языков. Михаилу встретился очень точный прибор, с помощью которого наши синоптики определяют погоду. Ну а что, камень мокрый? Дождь. Сухой? Дождя нет. Особенно мне понравился вариант про камень исчез, который указывает на торнадо. А ведь не поспоришь ни с одним пунктом. Словно капитан очевидность писал. Кто-нибудь знает, чем этот цветок так недоволен? Кажется, еще секунду, и он начнет возмущаться, что ходят тут всякие клумбы, топчут, цветочки без их согласия фотографируют. Мне кажется, выбирать Марио для логотипа кафе не самая хорошая идея. Ну то есть, выглядит, конечно, забавно, но вообще-то Марио был сантехником. И, учитывая этот факт, чашка с чем-то черным у него в руках аппетита не вызывает. Кого не спросишь, всем в первую очередь в голову приходит шоколадная паста Нутелла. А ведь у нее есть достойные альтернативы. Вот, Даши повстречался сокращенный вариант. Нути. Может быть, у вас тоже есть интересные фотографии? Тогда стоит их прислать по ссылкам в описании, потому что это единственный способ удивить всех. Павел гулял с друзьями и увидел вот такую необычную клумбу, где вместо растений растут таблички с судьбой украденных и поломанных кустов и цветочков. Растения, конечно, жалко, но к чему устраивать этот мемориал, непонятно. Задумывались, откуда берутся помидорки на магазинных полках в разгар зимы. Они там появляются из вот таких теплиц, которые больше напоминают туннель, конец которого теряется где-то на горизонте. У вас бывало такое чувство, будто за вами кто-то следит? Вот Павел прислал фотографию, где за ним следит ни много ни мало, а фонарный столб. Правда, в комментариях тут же предложили обратиться на РЕН-ТВ. Дескать, такие паранормальные события по их части. Неплохая мотивация на стаканчике кофе от Иосифа Бродского. Если не начать день с чашечки свежего кофе, то зачем тогда просыпаться? Вот даже не знаю, мне казалось, в мире есть масса более интересных занятий, чем кофе пить. Но такой повод проснуться тоже сойдет. Они повстречались, вот такие неблагодарные рыбы. Приходишь к ним с чистой душой, хочешь их покормить, вдруг голодные. А они не надо, не надо. И вообще, почему рыбы в фонтане живут? Прогуливаясь по берегу моря, можно найти много интересного. Вот, например, Диана нашла настоящую звезду. Морскую, конечно же. Кстати, прежде чем брать их в руки, стоит трижды подумать. Многие из них ядовиты. Какой кошмар. Говорят, из этого коридора каждый день выносят упавших в обморок перфекционистов. Но невозможно смотреть на этот угол и сохранять душевное спокойствие. Его даже специально более кривым нельзя было сделать. Киллеры совершенно страх потеряли и теперь клеят свою рекламу прямо на стеклах машин. Может быть, вам тоже нужно заказать какую-нибудь крысу, клопа или даже комара? Пол скользкий, когда он мокрый. Видимо, капитан очевидность решил подработать на составлении объявлений. Могу еще парочку подсказать. Пол чистый, когда он мытый. Или когда идет дождь, пол мокрый. Роллтон с характером. И какой интересно знать характер у лапши. Может, к ней еще свой подход нужно искать? Договариваться перед тем, как приготовить. Позволить выбирать, какой вилкой ее есть. А можно мне по старинке обычную, безвольную лапшу, а? Элина говорит, что они посадили газон. И теперь он так каждый год растет. Я не понял. Вроде бы в этом и есть смысл, чтобы газон каждый год рос. Неплохо бы, конечно, стричь его поровнее. Антону в автобусе встретился Человек-паук с собственной персоной. Вот я бы занервничал. Как показывает практика, с любым транспортом, где оказывается паучок, случается что-то нехорошее. Так что, если вы увидите супергероя, первое, что нужно сделать, это уносить оттуда ноги. Александр делится чудесами знаков из Саратова. Вот что это означает? Что здесь парковка дорогая? Или наоборот, паркуйся, дорогой? Лол, шар, боль, россыпь. Это какое-то послание для посвященных? Вот вроде все слова по отдельности понятны, а звучит странно. Но ведь это же ценник, должно быть понятно покупателям. Вот все-таки плохо быть манекеном. Даже за трещину нечем дать всяким хамам, которые трогают тебя в самых неприличных местах. Гуляя по лесу, Дарья встретила гнездо с такими вот милахами. Жалко, что неизвестно, чьи это птенцы, но они все равно симпатяги. Ну и кто мне может объяснить, почему классик казахской литературы держит в руке спутниковую тарелку вместо пера? А так рисунок хороший. Отличный пример того, как можно украсить скучные стены в городах. Ну, если они пытались отпугнуть людей подальше от своего магазина, то у них это явно получилось. Вы только представьте, встретить эту жуть вечерочком в темноте... Внутри не грудь, но ты будешь рад. Я не знаю, кто этот маркетолог, что придумал эту упаковку, но вообще-то нормальных людей не радует грудь в пакетике, который привозит доставка еды. А Насте повстречалась просто обалденная реклама ковров. Я бы сказал, передвижная, буквально ковер на колесах. Не заметить такую на дороге просто невозможно. Вот всегда, когда эту дурацкую сетку на окна ставишь, боишься уронить ее вниз. А Миша прислал фотографию, как у кого-то случилась такая неприятность. Анастасия встретила в магазине вот такую конструкцию для проверки новой обуви. Но вы знаете, лучше бы они притащили кусок городского тротуара откуда-нибудь с окраины. Тогда тест получился бы правдоподобнее. Аня встретила просто отличный рюкзак, который решает проблему, если попыт не помещается внутрь. Этот рюкзак сам по себе побит. Его нельзя забыть, его нельзя потерять, и он всегда будет под рукой. Гениальное решение! Место для удара головой встретила в торговом центре Лина. Она утверждает, что место совсем не мягкое. Она проверила. Эх, все-таки тяжело живется высоким людям. Валера заметил самую надежную противоугонную систему для велосипеда. Теперь-то его уже точно никто не украдет, ведь он пристегнут к ножке стула. Хотя Никита предположил, что хозяин велосипеда надеялся, что его не заметят. Уж очень удачно он сливается со стеной. Ульяна в деревне нашла крошечные яйца, похожие на воробьиные. Увы, кто-то успел ими полакомиться до того, как из них вылупились птенцы. Чтобы на скамейках на вокзале было комфортнее сидеть, там устроили целую оранжерею. Ну да, а если поезд задерживается, можно успеть увидеть, как растения выпускают новые листья. Теперь это мой запор! Уходите! Ну, по крайней мере, отдавать эту железку дерево точно не собирается. Вы тоже можете поделиться своими интересными фотографиями и впечатлить всех подписчиков Фактории. Только нужно не забыть прислать их по ссылкам в описании под видео. Держи прицел! Куда? В стену, что ли? Вы бы хоть там думали головой, когда мишень лепили? А то ведь прицелится кто-нибудь! Сергей увидел вот такое чудо и теперь мучается вопросом, это и есть само общежитие или только вход в него? А само общежитие подземное. Похоже, это кто-то пытался припарковаться без рук. Самое интересное, что у него получилось. Просто выглядит это немного странно. Ну, совсем чуть-чуть. Вероника прислала отличный плакат, который стоит повесить на стену очень многим людям. Как мотивировать себя что-то делать? Да никак! Оставайся в жопу! Ну, в общем, там, где вы есть, там и оставайтесь. Ну, и чем думал человек, который устанавливал указатель на детский развивающий центр, который указывает прямиком на алкогольный магазин? Александр молодец, заметил эту глупость и не поленился сфотографировать. Да чего же хорошая футболка? Интересно, а в автобусе в час пик она сработает? Меня что-то терзают смутные сомнения, но попробовать стоит. Катя была немного шокирована, увидев столько мотоциклистов одновременно в одном месте. Возможно, у них там точка респауна или просто матрица подглючивает, как обычно. Иван с друзьями нашел настоящий клад. Кто-то выбросил целую коробку с диафильмами. Непонятно, у кого рука поднялась отправить такое богатство на свалку. Чебуречная? С чебурашкой на вывеске? Да вы чего? Нельзя же из таких редких животных чебуреки делать. Какая интересная спецслужба-отдел по борьбе с усатыми телками. Ну, во-первых, фу, как грубо, а во-вторых, как они с ними борются? Неужели насильно бреют? И напоследок шикарный пейзаж от Юры, который не только увидел красоту нашего мира, но и не поленился ее сфотографировать и показать всем. Молодец! Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok